Елена Викторовна всегда, сколько себя помнит, занималась рукоделием. Большую часть жизни вязала, к чему приобщились и ее сыновья. Но с начала этого года у нее появилось новое увлечение. Она создает красивые цветы и куклы из тонкого нежного материала фоамирана. Цветы на заколке и ободке украсят любую прическу. Подойдут как маленькой моднице, так и красавице постарше. Ведь смотрятся они как настоящие. Мастерица рассказывает, началось все с того, что услышала про материал фоамиран. Я выписала фоамиран, целую коробку. Мне она пришла, я открыла, ничего не стала делать. Ничего, просто взяла и положила коробку в шифонер. После Нового года, думаю, у меня же коробка стоит с фоамираном. Почему я ничего не делаю? И все, я достала, сделала первую лилию. Я ее порвала. Ой, ну мне казалось, она до того красивая. Я ее сфотографировала на себе на страницу. А потом, когда я уже стала делать, стала смотреть, думаю, боже мой. Оказалось, вроде я все делаю так же. Новое увлечение с головой захватила мастерицу. Она стала делать множество самых разных цветов из фоамирана. Но большую любовь она питает к розам. Поэтому в ее работах они появляются чаще. На брошках, заколках, резинках. Позже выросла для создания более сложной работы – создание кукол. И после 8 марта, я думаю, надо же куклы начать делать, наверное. Я там видела куколки так вот. Думаю, попробуем. Вот после 8 марта я стала делать кукол. Ну, я говорю, я, конечно, измучилась. Вот эта вот голова, я измучилась. Я стала искать в интернете ничего нет. В основном на английском языке. Ну, смотри, как делать. Но когда говорят, тоже же лучше. Вот. Я никак. Так, 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 так. На русском ничего найти не могу. Ну, я думаю, ладно, буду сама. Глазки первым своим куклам приклеивала. Очень боялась начать рисовать. Но позже страх ушел. Теперь втянулась в дело. И стала всем своим красавицам рисовать разные глазки, лица. Создает абсолютно отличные друг от друга прически и в целом образы. Работать с таким капризным материалом не всегда легко. Ведь он разный, и его нужно прочувствовать и понять. Если он толстый, фоамиран, 2 сантиметра толщиной, я его не подогреваю. Вот если, например, только хочу, вот этот тоньше, вот юбочку сделать, чтобы она волнами была, я могу подогреть. Такие вот платьишки я не подогреваю. Я просто конусом там их вырезаю, выкройку делаю. Я делаю выкройку. У меня целая тетрадка выкройки. Специального художественного образования у Елены Викторовны нет. Все дело вкуса и особого видения, что нужно именно так, а не иначе. На днях мастерица стала делать кукол другого размера, специально для поездки на фестиваль «Мир Сибири», куда ее пригласили в июле месяце. Думаю, вот такие куклы в сарафанах, когда меня пригласили в Шушенское, я думаю, ну там же как раз вот это вот все, это наше народное. Я вообще люблю, я вообще люблю Россию, я патриотка вообще страшная. Вот. И думаю, надо в сарафанах с косами, с кокошниками. Думаю, а почему бы не сделать вот такие, думаю, ну маленькая у них. Я их сначала вот такие сделала совсем. Муж мне говорит, ты оставь, он у меня же консультант главный. Муж Елены главный критик и помощник мастерицы. Он сделал специальные подставки для новых кукол по ее мерке. Но только на куклах наша героиня не зацикливается. Недавно стала делать еще смайлики-магниты из своего любимого материала. Как рассказывает, они также пользуются популярностью у горожан. Помимо этого, специально для ярмарки сделала ободки с цветами. Ну вот, например, говорю мужу с вами, надо сделать эти, одуванчики. И сделала почему-то бледненькие, да? Думаю, что-то бледноватые одуванчики. Думаю, надо сделать такие. Вот такие, думаю, такие ярче. Ну, вроде похожи на настоящие. Я все на себя мерю. После сделала ободки с жарками, лилиями, циниями, ромашками, розами и другими цветами. Как признается, к цветам у нее особая привязанность и любовь. Одна из последних работ Елены Викторовны – ярко-желтые розочки с тонировкой для браслетов подружкам невесты на свадьбу. Смотрятся они и вправду как настоящие. И их очень хочется понюхать. Любовь Хабибулина, Евгений Замасчиков. Время новостей.